У меня в руках целая банка яда. Так сахар же белый яд. Сахар это сладкий яд. И меньше медикаментов сейчас, просто потому что мне их, честно, мне их очень надоело хватать, их много. И про такие случаи, как случились с Дмитрием, обычно говорят, родился в рубашке и вытащили с того света. В идеале сделать утром две клизмы. Че? Да не че, что? И снова здравствуйте, меня зовут Тимофеевна, и на этом канале мы пытаемся разобраться, почему люди поступают так, а не иначе. Сегодня говорим про биохакинг, и наши герои очень интересны. Одна героиня умерла от чрезмерно здорового образа жизни, а второго героя биохакинг буквально завел в тюрьму. Так что сегодня попытаемся понять, где проходит грань между адекватной заботой о здоровье и фигурантом поговорки про дурака, молитву и разбитый лоб. Поехали! Биохакинг – это философия, предполагающая улучшение работы нашего организма при помощи медикаментов и других различных практик. Например, при помощи режима дня и физических упражнений. В основе философии биохакинга идея о том, что наш организм можно как бы взломать, нарушить его привычное функционирование и при этом сделать это так, чтобы мы субъективно стали чувствовать себя лучше, и показатели, которые отражают работу нашего организма, также улучшились. Важно, что биохакеры работают с относительно здоровым организмом, и биохакинг – это не лечение. Это как бы такая превентивная медицина. Ну, медицина в кавычках. Это предотвращение заболеваний, продление жизни и сохранение красоты и молодости на долгие годы. По крайней мере, так биохакеры заявляют свои цели. Чаще всего биохакеры ставят эксперименты на самих себе и используют свой организм в качестве такого подопытного. Биохакер, который работает с другими людьми, то есть консультирует клиентов – это ЗОЖ-коуч или коуч по ЗОЖ. И вот я начну, пожалуй, с истории такого ЗОЖ-коуча. Встречайте, наша первая героиня – Анна К. Эта история уже отгремела, и поэтому мне хотелось бы поговорить о ней именно сейчас. Следствие провело необходимые экспертизы, и то, что ранее предполагалось, уже известно на уровне фактов. В марте этого года от острой бактериальной инфекции погибла Анна К. Вместе с ней в больницу, а точнее в отделение реанимации, попал ее жених Дмитрий. Жениха удалось спасти, но его состояние было очень тяжелым, и какое-то время его жизнь висела на волоске. И про такие случаи, как случились с Дмитрием, обычно говорят – родился в рубашке и вытащили с того света. Трагедия произошла из-за того, что Анна и Дмитрий хотели укрепить свой иммунитет перед отпуском. Молодые люди сделали себе капельницу с препаратом, который оказался испорченным. Это был препарат под названием Лаеннек. Этот препарат был хорошо знаком Анне и Дмитрию. Анна была студенткой медицинской академии и ранее делала инфузии и вливала препарат себе и своему жениху. При этом, это очень важная деталь, Анна собственноручно готовила раствор для внутривенных инфузий. Молодые люди применяли препарат оф-лейбл, то есть без медицинских показаний, без показаний, которые заявлены в инструкции к этому препарату. Роковые капельницы они решили сделать накануне вылета в отпуск. Им предстоял многочасовой перелет, резкая смена климата и акклиматизация. Анна, которая готовилась стать медиком, решила, что хорошо бы перед такой долгой поездкой укрепить свой иммунитет. Тем более, совсем недавно прошла пандемия и кое-где, не будем говорить где, еще гуляет вирус, не будем говорить какой вирус. Поэтому совершенно логично, что молодые люди боялись заразиться этим вирусом. Парадокс в том, что и Анна, и Дмитрий были на момент трагедии совершенно здоровы и им не нужны были никакие капельницы. То есть, их организмы и без того работали нормально. Но вот немного улучшить работу этого организма, видимо, решила Анна. Следствие установило, что раствор для инфузии, который Анна приготовила заранее, пролежал в холодильнике три дня. Вместо того, чтобы выбросить раствор, как требует инструкция, Анна решила, от чего пропадать добру, и поставила капельницы себе и жениху. В итоге, по дороге в аэропорт у обоих случился септический шок. Вместе с испорченным препаратом в кровь попала бактериальная инфекция, которая моментально распространилась по организму. Следователи до сих пор гадают, почему Анна использовала испорченный раствор. Да, препарат Лайонек недешев. Упаковка препарата из 10 ампул стоит порядка 17 тысяч рублей. Но все равно, согласитесь, это не та сумма, ради которой стоит рисковать жизнью. К тому же Анна была студенткой медицинской академии, Сеченовской академии, если быть точной. И она училась уже на пятом курсе. То есть, по идее, она не могла не знать, что такие грубые ошибки в приготовлении препарата недопустимы. Тем более, в инструкции к Лайонеку четко сказано, что нельзя хранить готовый раствор для инфузии. И нужно его применять немедленно после приготовления. Даже если Анна не была знакома с какими-то общими правилами, то что ей мешало лишний раз заглянуть в инструкцию? Подробности, которые начали выясняться сразу после смерти Анны К. и вовсе поразили общественность. Вот этот кот, друзья, это чудо ветеринарной науки. Мы догадываемся, что у него где-то в теле есть моторчик, но где именно, мы не знаем. Иди, иди. У меня такого моторчика нет, поэтому я занимаюсь физическими нагрузками с Фитстарс, чтобы не растерять форму. Именно Фитстарс меня мотивирует не забрасывать работу над собой, держать свое тело в тонусе. Особенно, когда нет времени на посещение спортзала. А у меня этого времени нет никогда. Физические нагрузки помогают снимать стресс и бороться с негативными эмоциями. Это очень актуально, особенно вот сейчас, в наше время. Тренировки занимают от 7 до 30 минут в день. Они не требуют дополнительного оборудования, и всего их на Фитстарс около 2000 по 135 программам. Это значит, что вы в любом случае найдете то, что соответствует вашему темпераменту и вашим запросам. Тут есть похудение, растяжка, зарядка, йога, зумба, пилатес и многое другое. И все программы подходят для новичков. Также мне нравится, что тренеры Фитстарс всегда подробно объясняют технику выполнения упражнений, чтобы вы избежали ошибок и все делали правильно. В подписке также доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой под любой запрос. Здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. Также на платформе есть раздел питания с рецептами и расчетом калорий. Я уже давно оформила безлимитную подписку и всем советую. Сейчас я тренируюсь по программе «Осанка», потому что у меня сидячая работа и мне важно не сутулиться и сохранять здоровье своей спины. По моему промокоду, вот он, вы получите скидку в 70%. Также на платформе доступна беспроцентная рассрочка, а первый платеж составляет всего 1997 рублей. При покупке безлимита вы получаете гарантированные подарки за выполнение тренировок. Это специальный коврик для тренировок и умные весы пикук. То есть вы платите меньше 2000 рублей, но при этом получаете подарки на сумму в два раза большую. Так что переходите по ссылке в описании и начинайте тренироваться с Фитстарс. Подробности, которые начали выясняться сразу после смерти Анны Ка и вовсе поразили общественность. Она была не только студенткой медицинской академии, то есть практически уже выпускницей, а в соцсетях она себя позиционировала как коуч по здоровому образу жизни. Себя она называла профилактическим медиком и обещала, что ее клиенты могут получить от нее ценные знания. Эти знания им помогут оставаться здоровыми, предотвратить болезнь. Вообще ЗОЖ-коучинг это не профессия, а скорее такая область деятельности, которая предполагает наличие нескольких компетенций. Я думаю, что в идеале коуч по ЗОЖ это человек, который обладает медицинским образованием, причем на хорошем уровне. Это человек, который сочетает в себе качество педагога и психолога. То есть он не просто знает, как функционирует наш организм, от чего возникают те или иные болезни, но может доходчиво объяснить своим клиентам, как эти болезни предотвратить, если такая возможность вообще есть. На самом деле коуч по ЗОЖ это только звучит весело, а занятия с таким коучем, я думаю, что очень скучные. Едва ли человек откроет для вас Америку. Скорее всего он будет вам рассказывать, что бросай курить, вставай на лыжи, соблюдай режим, сократи потребление вредной еды или вообще исключи ее из рациона. То есть это те самые советы и рекомендации, которых полным-полно в общедоступных источниках. Каких-то секретов, каких-то философских камней в этой области, насколько я знаю, пока не изобретено. Рассказывать о принципах здорового образа жизни, конечно, легко, гораздо труднее заставить клиента соблюдать эти принципы. Да и для клиента соблюдать принципы здорового образа жизни довольно непросто. Это требует железной воли и железной дисциплины. И каждый человек, согласитесь, обладает этими качествами. Я могу понять, почему она сделала выбор в пользу биохакинга и решила вливать себе и жениху чудодейственный препарат. Ну, к истории Анны мы еще чуть позже вернемся, а пока поговорим про биохакера, который, в общем-то, популяризировал эту тему в России. Я говорю о Сергее Фагее. Пять лет назад его история буквально взорвала интернет. Я говорю о той самой легендарной статье «Мне 32 года, и я потратил 200 тысяч долларов на биохакинг». Мне Сергей рассказывал, какие препараты он принимает, показывал интересную инфографику из жизни своего организма, формулировал свои цели и отчитывался о прекрасных результатах. Давайте сначала поговорим о целях, которые ставил перед собой Сергей. Итак, основную цель он заявлял вот как. Мне хотелось стать более энергичным, здоровым, счастливым, уверенным, волевым и умным, улучшить настроение и концентрацию, а также продлить свою жизнь. Последние 4-5 лет я занимаюсь биохакингом тела и разума с помощью логики и научного подхода. Раньше у меня было много проблем. Я был нервным, неуверенным в себе, местами интровертным, имел проблемы с лишним весом, концентрацией внимания, и перепадами настроения, управлением гневом, прокрастинацией и прочими вещами, с которыми сталкиваются многие из нас. То, что я описываю в этой статье, помогло от всего этого избавиться. Сергей отдельно делает такой дисклеймер, что он всего лишь описывает свой личный опыт. По образованию Сергей не врач, он айтишник, и никакого отношения к медицине он не имеет. Таким образом, он не имеет права и не имеет компетенции, чтобы давать людям какие-то медицинские рекомендации. Поэтому он отдельно предупреждает, типа, ребята, не повторяйте, я всего лишь делюсь своим опытом, консультируйтесь с врачом. Итак, что конкретно хотел Сергей получить в результате своего долгого пути, который стоил ему 200 тысяч долларов? Он хотел хорошее настроение, уверенность в себе, сконцентрированность, энергичность, сила воли, устойчивость к стрессу. Интеллект, спокойствие, здоровье, долгая жизнь абсолютная, безразличие ко всяким социальным ограничениям, всегда и везде, с минимальным вложением времени и минимальным риском. И вот тут мне кажется, что на старте Сергей кое-какими качествами обладал, ему не обязательно было держать себя в черном теле столько лет и за такие деньги, чтобы к этим качествам прийти. Например, железная сила воли, она просто необходима для того, чтобы соблюдать такой чудовищный драконовский режим, который соблюдал Сергей. Ну и безразличие к социальным ограничениям, Сергей также продемонстрировал, несколько лет спустя его задержали на границе за перевоз запрещенных веществ. И за это он даже отсидел в тюрьме, но об этом чуть-чуть попозже. Знаете, я не хочу сейчас душнить и подробно разбирать те методики, к которым прибегал Сергей Фагей, тем более за меня это прекрасно сделал Андрей Васильков. Ссылку на его статью я оставлю в закрепленном комментарии. Но все же к двум пунктам биохакерства Сергея Фаге мне хотелось бы обратиться. Мне кажется, эти пункты ключевые и очень важны. Что меня лично насторожило в методике Сергея? Первое. Он зачем-то героически боролся с уровнем ртути в своей крови. И второе. Он зачем-то, опять же, держал свой организм в состоянии кетоза, то есть сидел на кето-диете. Но давайте пока разберемся со ртутью. Ртуть в организме звучит как-то очень страшно. Все мы знаем, что ртуть ядовита, и хотелось бы, чтобы ртути в нашем организме не было. Так вот, может быть, для кого-то это станет неприятным открытием. Некоторая концентрация ртути в нашей крови всегда есть. И так вот, Сергей Фаге показывает нам красивый график, на котором мы видим, что концентрация ртути у него снижается. Но вся прелесть ситуации в том, что минимально опасная концентрация ртути в 3000 раз больше, чем начальное значение, с которого стартовал Сергей. Сотые доли нанограмм ртути на миллилитр крови не имеют вообще никакого значения. Смотрите, токсикологи давно определили референсный уровень ртути в нашей крови. Все, что выше этого уровня, считается опасным для здоровья и является признаком либо отравления, либо какой-то болезни. Все, что ниже этого уровня, никак не сказывается на состоянии нашего здоровья. И этот референсный уровень 50 нанограмм на миллилитр. У Сергея Фаге стартовая позиция, с которой он начал снижать уровень ртути, была 0,015 нанограмм на миллилитр. Еще раз, все, что ниже референсного уровня, врачи считают условным нулем. Это безопасные концентрации, на которые не стоит обращать внимания. В незначительных количествах ртуть содержится в воздухе, и мы ее постоянно вдыхаем. Поэтому избавиться совершенно от ртути в организме, повторюсь, невозможно. Если вас все-таки пугают такие маленькие концентрации ядовитого вещества, я вас попугаю еще больше. У меня в руках целая банка яда. Я ее купила в обычном магазине. Хотите спросить, где я ее взяла? И вы тоже можете купить ее в обычном магазине, без рецепта, без всяких документов, без каких-то расписок. Просто прийти и купить. Это, товарищи, поваренная соль. Я все вижу. Раиса Захарна, я чуток хотел подсолить, но совсем в горло-то не лезет. Ни в коем случае. Соль – это белый яд. К чему я клоню? Я клоню к тому, что у любого вещества есть класс токсичности. То есть определенная дозировка, которая может стать для человека летальной. Для соли это, по-моему, если я не ошибаюсь, 5 чайных ложек. Могу ошибаться. Абсолютно нетоксичных веществ для человека нет. Вопрос лишь в дозировке. После какого количества потребления вещества в вашем организме начнутся негативные изменения. В этом все дело. Еще один важный момент. Когда Сергей Фаге увлекался биохакингом, он просто очень часто сдавал самые разнообразные анализы без всяких на то медицинских показаний. Конечно, сейчас можно пойти в какую-нибудь лабораторию платную и за ваши деньги вам сделают любой анализ чего угодно. Проанализируют все, что вы хотите. Выведут показатели в крови, в моче, в слюне, я не знаю, в чем-нибудь еще. Но вопрос, есть ли смысл проверять настолько тотально свой организм. Вообще-то любой врач знает, что для каждого анализа есть набор медицинских показаний. Анализ на концентрацию ртути делается для того, чтобы определить, отравлен ли человек, то есть если есть подозрение на отравление ртутью, либо оценить токсическое воздействие производственных факторов, если, например, человек на производстве контактирует с ртутью. Итак, после того, как Сергей Фаге победил ртуть, он набросился на своего второго врага, а именно на сахар. Так сахар же белый яд. Сахар это сладкий яд. Раиса Захарна, маш с хлебушком, а? Хлебушек? Да вообще трава. Не, я сейчас горбушечка отравился бы. Но правда жрать охота. Одной из ключевых тактик биохакера было полностью исключить сахар из своего рациона. Вот что он писал. Не употреблять сахар ни в каком виде. Сахар это яд. То есть никаких конфет, фруктов, соков, хлеба, пасты, меда и так далее. Специалисты по питанию спорят о многом, но сходятся в одном. Сахар чрезвычайно вреден для здоровья. Обратите внимание, Сергей Фаге допускает два таких огромных обобщения. Во-первых, он формирует какую-то непонятную мне группу специалистов по питанию. То есть какие специалисты, кого он имеет в виду. Во-вторых, он оперирует глобальными понятиями вредно и полезно. Как правило, такие обобщения указывают на когнитивную ошибку, которой поддается человек. То есть он все максимальным образом упрощает. Далее Сергей писал. Также я стараюсь держать себя в динамическом кетозе. То есть принимать пищу с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов. Если поищите, то обнаружите, что это тоже научно обосновано. Но сделать это очень сложно. Он имеет в виду не поискать информацию, а держать себя в кетозе очень сложно. По сути Сергей сидел на диете Аткинса. И всякий, кто интересовался похудением, конечно, слышал это словосочетание. Диета Аткинса. На самом деле ее автор Роберт Аткинс был тем еще биохакером. И знакомство с его биографией очень полезно для любителей всяческих диет. По крайней мере его биография иллюстрирует, какой вред можно нанести себе, применив к себе же несбалансированную диету. Не успели мы оглянуться, друзья, осень. Очень быстро набрала обороты. Вот такая примерно погода у меня за окном сегодня. А если я хочу утеплиться, то куда я иду? Правильно, на все майки. На переходную погоду здесь есть очень крутые хлопковые костюмы с толстовкой. Этот костюм я выбрала, потому что я очень люблю панд. И сейчас слежу за судьбой детеныша панды в московском зоопарке. Такая вещь актуальна круглый год от холодных вечеров летом до дополнительного утепления под пуховик зимой. В нем очень здорово ходить, когда начинает холодать. Плюс есть удобный карман и капюшон, которым можно затягивать. А также манжеты. Внутри мягкий теплый начес, костюм комфортный и очень приятный к телу. Кстати, на брюках также есть удобные карманы, шнурок на поясе и манжеты по низу штанин. Еще я заказала себе демисезонную шапку с принтом. Шапка двухслойная, сделанная из гладкого трикотажа, который не колется и не образует катышков. Если вам нравится принт на моем костюме или шапке, вы можете заказать другие вещи с этим же принтом. Мужские, женские и аксессуары. Магазин Все майки – это отличный вариант для покупки подарков на любой повод. Здесь вы найдете все – от одежды до товаров для дома. А принт сделает подарок уникальным. Здесь же можно заказать разные варианты подарочной упаковки. А для авторского принта есть удобный конструктор. Такой подарок точно запомнится и принесет вашему близкому человеку максимум позитивных эмоций. Сканируйте QR-код на экране или идите по ссылке в описании, чтобы попасть на сайт Все майки. Мой промокод BRAIN1023 даст вам право на скидку в 10%. Что самое приятное, эта скидка суммируется с другими скидками и акциями на сайте. История Роберта Аткинса началась в 60-х годах. Тогда молодой врач-кардиолог решил похудеть. Он весил около 116 кг. Идеальным весом для себя он выбрал 80 кг и добился такой отметки. По ходу своего похудения Аткинс придумал идеальную диету. Можно есть жирные и высококалорийные продукты. Главное – совершенно исключить из своего рациона сахар. Аткинс написал книгу, которая стала бестселлером. И благодаря его книге в конце 70-х годов в Америке резко упали продажи картофеля и круп. Люди начали массово отказываться от углеводов. В это время об эпидемии ожирения в США еще не говорили, но уже тогда цифры, дневная норма калорийности средняя, эти цифры были тревожными. Средняя дневная норма калорийности, приходящаяся на одного человека, составляла 3400 калорий. Я думаю, те, кто когда-то занимался почетом калорий, знают, что это много. Сам Аткинс утверждал, что его диета сделала его не только стройнее, но и здоровее. Он выбил из своего лечащего кардиолога заключение о том, что его сердечно-сосудистая система очень здорова, что функции его сердца и сосудов улучшились благодаря тому, что он похудел. Надо ли говорить, что это заключение тут же пошло в ход, оно стало таким своеобразным маркетинговым ходом. Аткинс всем показывал это заключение и говорил, «Видите, моя диета не только помогает худеть, но она и оздоравливает сердце». В начале 90-х Аткинс был американской звездой. Его книги прекрасно продавались, и вместе со своими партнерами он основал клинику нетрадиционной медицины. Несмотря на то, что он практиковал альтернативные способы лечения, он везде и всегда расхаживал в медицинском халате и позиционировал себя как доктор. Но он действительно был доктором медицины, вот только к его современной практике это отношение не имело. В белом халате он позировал даже для обложки своей книги, которая стала бестселлером. Себя он объявил революционером от диетологии. Поклонников диеты Аткинса очень подкупало то, что Роберт Аткинс по своей первой специализации – кардиолог. И не какой-нибудь альтернативный, а настоящий нормальный врач-кардиолог. Если эту диету предлагает вам кардиолог, тем более показывает свои медицинские анализы, говорит о том, что его сердце стало здоровее, то, конечно, нет никаких сомнений, диету можно применять. Финансовые дела Аткинса шли очень неплохо. Его партнеры по бизнесу были очень довольны. Вот только одна загвоздка – Аткинс стремительно толстел. Он не мог себя удержать в рамках своей же диеты и просто безудержно набирал вес. Сначала он пытался вести меньше публичной деятельности и не демонстрировать свой лишний вес большому количеству народа. Но его полнота была уже для всех очевидной. А в 2002 году сердце Аткинса остановилось. 71-летний доктор пережил остановку сердца, но его удалось спасти. Сердечный приступ Роберта Аткинса был связан с тем, что его коронарные артерии были частично заблокированы. Аткинса быстро поставили на ноги, и он продолжил пропагандировать свою диету. Когда он выписался из больницы, о том, что он пережил сердечный приступ, было уже широко известно. И его спрашивали, как же так получилось, что ваше сердце дошло до вот такого состояния. Аткинс говорил, что сердечный приступ на самом деле произошел из-за того, что у него в организме развивалась бактериальная инфекция. И вот эта бактериальная инфекция послужила причиной того, что сердце остановилось. Что это конкретно было за инфекцию, он не уточнял и никаких медицинских бумаг не показывал. Критики Аткинса все больше иронизировали над тем, что изобретатель диеты выглядит очень точным. А его близкие люди и партнеры по бизнесу говорили, что это вовсе не жир, это отеки. Правда, с чем связаны эти отеки, они не уточняли. В 2003 году Роберт Аткинс умер. Скончался он формально от последствий черепно-мозговой травмы. Он оступился на тротуаре и очень неудачно упал на затылок, разбив себе голову. То есть он упал с высоты собственного роста и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачам так и не удалось его вытащить, и он умер на больничной койке. Его вес на тот момент составлял 117 килограмм, и в его организме уже развилась первая стадия ожирения. Но это все, что я вам рассказываю, это официальная причина смерти, озвученная родственниками Аткинса. Ходят слухи, есть такая информация, что на самом деле Аткинс упал не потому, что оступился, а потому, что у него случился второй сердечный приступ. Разумеется, последователи Аткинса и его наследники упорно отрицают то, что два сердечных приступа, ну один мы точно знаем, второй предполагаем, короче говоря, что проблемы с сердцем были связаны с опасной диетой. Они уверяют, что сердце жило своей жизнью само по себе, а диета на самом деле доктора оздоравливала. Некоторые врачи все же считают, что повышенное употребление белков и жиров и при этом сокращение почти до нуля потребления углеводов негативно влияет на наш организм, а особенно на сердце. Ну и для печени это тоже не праздник, в общем-то, такая диета. Знаете, что еще интересно в этой истории? Есть такая интересная деталь. Диета Аткинса была придумана вовсе не им, он ее сплагиатил. Аткинсу однажды попались на глаза труды другого врача Альфреда Пеннингтона, который во время Второй мировой войны изучал влияние низкоуглеводной диеты на организм. По сути, Аткинс проверил на себе методику Пеннингтона, убедился, что она работает и адаптировал принципы, которые сформулировал Пеннингтон для понимания широкого обывателя. Вот так появилась популярнейшая диета Аткинса. Кстати, я не говорила, что у Аткинса не было никакой вообще группы людей, на которых бы он проверял безопасность своей диеты. Если не говорила, то я вот вам сейчас это говорю. Я думала, откуда же в людях берется эта тяга к биохакингу. И мне кажется, во многом она рождается из страха. Все мы боимся утратить свое здоровье и заболеть какой-нибудь тяжелой болезнью. Если кажется, что есть шанс, даже иллюзорный, предотвратить болезнь, то нужно этим шансом пользоваться. Многие биохакеры вовсе создают иллюзию гарантии, что их способы застрахуют вас от той или иной болезни. Из статьи Сергея Фаге у меня сложилось впечатление, что он испытывал сильный страх заболеть каким-нибудь раком, то есть онкологическим заболеванием. Он очень много пишет о том, что голод предотвращает развитие раковых опухолей, потому что организм в процессе аутофагии пожирает раковые клетки. Вот что он пишет. В 2016 году человеку, обнаружившему, что голодание через процесс аутофагии очищает организм от раковых клеток и улучшает иммунную систему, выдали Нобелевскую премию по медицине. Что же это за человек, который получил Нобелевку? Это японский врач, ученый Йосинори Асуми. Он доказал, что клеточные механизмы аутофагии или самопоедания помогают клеткам пережить голодовку. Во время дефицита питательных веществ они лизируют часть собственных белков и даже органел, таким образом обновляясь. Дальнейшие исследования подтвердили, что раковым опухолям аутофагия как раз помогает выжить. То есть голодание никак не влияет на уменьшение раковой опухоли. Опухоль и ее метастазы продолжают существовать даже после длительного срока голодания, когда здоровые клетки организма уже истощены. Подумайте сами, если бы голод помогал эффективно бороться с раковыми опухолями, то этот метод давно бы применяла официальная медицина. И бороться с раком стало бы гораздо проще. Многие позиционируют сыроедение в целом как рак. Но, по-моему, еще сколько я знаю, нужно и голодать. Есть примеры, так скажем, живые? Ну да, да, я понял. Как бы я сейчас с людьми такими работаю, да, есть они в Краснодаре, они сейчас, да, пробуют голодать там. Там у них есть и раковые, есть и гепатит хронический вообще, печени хронические. И, кстати, я тоже, когда начинал, у меня была хроника гепатит, да, хроника. Я сам пример, в принципе, вот сидячий, что можно восстановить полностью все-все-все. Вот. Ну так сказать, что именно своих знакомых по ракам я не могу. Пока работаем, есть пару человек, и это будет информация, если будет. Ну, пока результаты, они так вот, как бы постепенно все тихонечко идет. Они сейчас потихонечку голодают там, да, и не все люди, они вот поголодали там чуть-чуть. Потом, да, ну зачем оно мне надо, и там такой, как бы не все могут дальше продолжать, хотя, да, не всех хватает дальше мотивации, то есть некоторые сходят потом. Обратите внимание, что в представлении биохакеров некоторые органы и системы обладают чуть лучшим пиаром, чем другие. Например, царица печень нашего организма, которую нужно постоянно очищать. Сама она, видимо, не справляется. Или иммунитет, который требует укрепления. В идеале сделать утром две клизмы, чтобы чувствовать вообще себя заряженным. Это для обычного человека, который, ну, в городе там, ему клизмочки обязательно, чтобы промыть грязь. Когда сульфат магний, он расширяет протоки, еще поможет, короче, вывести всю грязь. Вот. И нас в течение нескольких, там, сорока минут там пронесет, а может под утро, кого как. Вот. И голодание будет намного легче, проще, там, вот. Утром тогда еще сделать клизмочку, парочку желательно, троечку. Ну, в общем, кого как, как загрязнено. Несмотря на то, что биохакеры себя позиционируют как люди науки, им также свойственна вера в контактную магию. И тут мы вернемся к истории Анны Ка, которая отравила свой организм и организм своего жениха испорченным препаратом. Что такое вообще этот препарат Лаеннек и при чем тут контактная магия? Лаеннек изготавливается из человеческой плаценты, это японский препарат. В показаниях к применению значатся хронический герпес и цирроз печени, вызванный алкоголизмом. Ни того, ни другого у Анны и Дмитрия не было. Вообще Лаеннек это иммуномодулятор. То есть исходя из одного этого слова, можно сделать вывод, что давайте принимать Лаеннек и иммунитет укрепиться. Но на самом деле не все так просто. Любой врач вам скажет, что иммунитет это очень сложная система. И вот так вот с полпинка ее взломать, хакнуть и улучшить работу вашего иммунитета не получится. Да и вообще я не совсем понимаю, что такое улучшить. Если человек здоров, то его иммунитет в принципе работает нормально. И что там можно улучшать? Система работает, как говорится, работает, не трогай. Я потом, когда садил к врачам, меня полностью... Я до начала не делал, но я знал, какие-то там были. У меня полностью было идеально все органы. После голодания, да? После голодания я пошел где-то через месяц, когда восстановился. У меня полностью все было настолько идеально, что я и хотел для себя это сделать. Полностью идеально пищеварение, желудок. Я уже говорила о том, что лайнек производится в Японии. Может быть, именно поэтому Анна поверила в его волшебную силу. Ведь мы знаем, на каком высоком уровне в Японии находятся медицинские разработки. Может быть, лайнек был выбран именно потому, что его изготавливают из плацента. Плацента это такой орган, который обеспечивает контакт матери и плода. И через сосуды плаценты плод получает все необходимые питательные вещества. То есть, метафорически можно сказать, что плацента это такой источник жизни. Для плода, который находится в утробе, конечно, безусловно, это источник жизни. Без этого он просто погибнет. Все это лирика и слова. На самом деле, не доказано, что употребление плаценты в пищу или вливание ее компонентов в вену как-то оздоравливает организм, приводит к каким-то великолепным результатам. В инструкции по применению лайнека честно сказано, что фармакокинетику препарата изучить не удалось. С помощью фармакокинетических методов невозможно изучить фармакокинетические параметры препарата лайнек, поскольку он состоит только из физиологических компонентов, которые обычно присутствуют в организме. Фармакокинетика это такой процесс, когда организм поглощает лекарственное вещество. Оно проникает в органы и ткани и выводится из организма. Создатели лайнека честно признались, что не знают, какой именно путь внутри организма проходит их препарат. В одной запрещенной на территории Российской Федерации соцсети сформировано целое сообщество поедательниц плацента. Это женщины, которые сохраняют собственную плаценту после родов, затем ее засушивают, измельчают, помещают в капсулы и принимают в качестве иммуноукрепляющего вещества. Вы даже, кстати, если хотите употребить в пищу свою плаценту, вам не обязательно возиться с ее приготовлением. Есть специальные организации, которые сделают это за вас. То есть вы можете отправить этот орган той или иной организации, тому или иному специалисту, и вам вернут вашу плаценту уже готовую к употреблению в капсулах. Я думаю, что вот эта любовь к поеданию плаценты, она именно основана на магическом мышлении. На том, что плацента – это источник жизни, и как она дарила жизнь плоду внутри матери, в утробе матери, так она будет дарить жизнь человеку, который ее употребляет. В истории Анны К. меня удивляют две вещи. Во-первых, жадность, то есть то, что она не выбросила испорченный препарат. Во-вторых, то, что пять лет учебы в Сеченовке не научили ее элементарным правилам приготовления и хранения растворов для инфузий. А главное, педагоги медакадемии не смогли привить своей ученице принципов критического и клинического мышления. Что случилось с Сергеем Фаге и где он сейчас? Он отчасти отказался от своей практики биохакинга. Я ем меньше БАДов и меньше медикаментов сейчас, просто потому что мне их, честно, мне их очень надоело хватать. Их много, и это раздражает. Однажды его арестовали на пересечении границы с Россией. Он прилетел из-за границы в Россию за провоз запрещенного препарата. Что это было за вещество, я говорить не буду, чтобы не попасть, так сказать, не подвести себя под монастырь. А это был препарат, который действует на психику. Сергей утверждал, что этот препарат ему выписал врач в Америке. Но никаких документов, подтверждающих, что этот препарат рецептурный, что он был куплен легально и по рецепту, у Сергея не оказалось. Таким образом, он попал в тюрьму, правда, ненадолго за контрабанду запрещенных веществ. Сейчас Сергей, по крайней мере, он так говорит, что он стал более спокойным в плане биохакинга и признает, что его увлечение биохакингом 5 лет назад носило такие признаки обсессивно-компульсивного расстройства. Я сократил, да. У меня точно есть что-то обсессивно-компульсивное на этот счет. То есть какой-то уровень ипохондрии в себе точно имеет смысл признать. Я все равно считаю, что заниматься оптимизацией своего здоровья и так далее можно и нужно. Так что Сергея, возможно, спасло то, что биохакинг однажды чуть не завел его в тюрьму. Ему удалось остановиться, одуматься и принять решение в пользу медитации и психотерапии, а не психоактивных веществ. Я напомню, что меня зовут Тимофеевна, и вы всегда можете найти дополнительные материалы к моим выпускам в моем телеграм-канале. Мои выпуски выходят раньше и без рекламы на Boosty, так что призываю вас подписываться и на Телеграм, и на Boosty. А мы с вами совсем скоро увидимся в следующем видео.